Глубко уважаемый Владислав Владимирович, глубоко уважаемые коллеги, сегодня мы с вами наблюдаем бурное, я бы даже сказала, стремительное развитие технологического прогресса. В этом докладе я попробую разобраться, нужно ли их применять в диагностике молочной железы, а самое главное, в каких диагностических случаях мы можем их применять. Основной ультразвуковой режим это B-сирошкальный режим, с помощью него мы можем выявить образование, локализовать, определить размеры, оценить форму, контуры, но не всегда эти признаки позволяют нам с высокой эффективностью дифференцировать доброкачественное и злокачественное образование. Так, казалось бы, типичные злокачественные признаки, а именно неправильная форма, лучистые ангулярные контуры могут наблюдаться и у злокачественных образований. Это протоковый рак с инфильтративным типом роста, дольковая карцинома, табулярная карцинома, но такие же характеристики могут иметь и доброкачественные изменения. Локализованный фиброденоматоз, фиброз, воспалительный инфильтрат и радиальный рубец будут иметь неправильную форму, нечеткие неровные контуры и даже вертикальную ориентацию. И так, казалось бы, истинно доброкачественные признаки, а именно круглая форма, овальная форма, четкие контуры, однородная структура, присущие доброкачественным образованиям, таким как киста, фиброденома, лимфатический интрамомарный узел, папиллома, филоидная доброкачественная опухоль, абсцесс, гомортома, но инвазивный протоковый рак с экспансивным типом роста будет иметь круглую или овальную форму с четкими контурами. И редкие типы рака молочной железы, а именно медулярная, муцинозная, папиллярная, карцинома, также будут иметь доброкачественные признаки, их чаще всего путают с кистой с густым содержимым или с фиброденомой. Рак в кисти, саркома молочной железы, лимфома, метастазы из различных первичных локализаций, миланобластома очень коварная, но у зьяна будет выглядеть как киста, практически анахогенное образование. Метастазы рака легкого, рака яичника, рака почки, рака желудка. И поэтому моей задачей было выявить, что дополнительные технологии могут, какую дополнительную информацию могут дать. Давайте рассмотрим сонную эластографию. Она определяет жесткость образования. Жесткость оценивается по качественному и количественному критерию. Качественные критерии оцениваются визуально, по цветовой карте, согласно эластотипам, разработанным японскими авторами. Различают нулевой эластотип, он соответствует жидкость содержащим образованиям. И дальше самый эластичный первый эластотип, это солидное образование эластичной липомы. И в порядке увеличения жесткости идут второй, третий пограничный эластотип. Четвертый соответствует злокачественным образованиям с экспансивным типом роста. И пятый эластотип соответствует злокачественным образованиям с инфильтративным типом роста. Также у нас с вами появляется коэффициент жесткости. Мы можем с вами в числовом эквиваленте померить жесткость. Для этого метка ставится на патологическое образование и на референтную ткань. Программное обеспечение ультразвукового сканера автоматически рассчитывает нам число. Мы получаем с вами числовое отображение жесткости. Мы получили, например, с вами число 5. Как понять, много это или мало? Соответствует ли это доброкачественным показателям и злокачественным? Для этого в нашем институте мы провели исследование, в которое вошло 211 женщин. И мы рассчитали пороговое значение коэффициента жесткости. Для этого рассчитали чувствительность и специфичность для всех дискриминационных значений коэффициента жесткости. От 2 до 6. И в нашем эксперименте значение коэффициента, равное 4, позволяет дифференцировать доброкачественное и злокачественное образование с высокой эффективностью. А именно чувствительность 97% и специфичность 81%. Дальше в ходе исследования для проведения дифференциальной диагностики я буду опираться на это пороговое значение. Хочу обратить ваше внимание на эту диаграмму. Наши коллеги из Хьюстона еще в 1998 году рассчитали показатели жесткости и для нормальной ткани молочной железы, и для патологических образований. Ну, ожидаемо, да, что самый эластичный у нас жир, самая жесткая – это инвазивная карцинома. Но обратите внимание на середину диаграммы. Вы видите, что разница между жесткостью фиброденомы и изолированной карциномой, то есть с экспансивным типом роста, небольшая. И это как раз слабое место эластографии, потому что ультразвуковые сканеры не всегда могут почувствовать разницу. И именно в этих клинических случаях могут наблюдаться ложные результаты. Но есть и хорошая новость. Обратите внимание, что разность между показаниями железистой ткани и карциномой значимая. Соответственно, с помощью эластографии мы можем с вами дифференцировать участки локализованного фиброденоматоза от карцинома. Потому что жесткость локализованного фиброденоматоза приближена к показателям жесткости нормальной железистой ткани. Позвольте продемонстрировать примеры. На клиническом случае мы с вами видим, что в B-режиме два суспециозных образования. Мы видим в B-режиме признаки злокачественности. Нечеткий неровный контур, неправильная форма, вертикальная ориентация. Но в режиме эластографии в первом случае это нулевой Blue Green Red эластотип, который соответствует жидкость содержащим образованиям. А во втором случае это пятый эластотип, жесткий эластотип, соответствует злокачественному образованию. При гистологическом исследовании в первом случае мастит, во втором только вырак. Показания эластографии позволили дифференцировать нам доброкачество и злокачественное образование. Следующий клинический случай в B-режиме мы видим с вами четко очерченное образование, преимущественно однородную структуру. Мы можем с вами даже увидеть дорзальное усиление эхосектала. Можно предположить, что в первом случае это киста с густым содержимым, во втором очень похоже на фиброденум. Но данная эластография показывает нам совсем другую картину. Все картируется синим цветом, коэффициент жесткости выше порогового. В первом случае 12, во втором 14. Вот так вот может выглядеть коварная медулярная карцинома. Данная эластография здесь позволила нам не пропустить рак молочной железы, позволила заподозрить, что что-то здесь не так, явно это не киста, и направить пациенту на биопсию. Еще один клинический случай. При монографическом исследовании определялось минимальное образование, как сейчас принято говорить, слишком маленькое для интерпретации. По данным признакам сложно дифференцировать доброкачественное, либо злокачественное. Оно было выявлено при ультразвуковом исследовании. Обратите внимание, диаметр 4,6 мм. Также признаки не специфичны. Цветовое доплеровское картирование, никакой дополнительной информации. Но в режиме эластографии мы видим, что оно горит синим цветом, то есть что это жесткое образование. Это позволило нам также остановиться и назначить биопсию. Да, и коэффициент жесткости 8,17, значимо превышает пороговое значение 4. Было выполнено логическое исследование, были получены клетки протокового рака. Так как наши хирурги не могли прополюпировать это образование, был поставлен проводник под ультразвуковым контролем и выполнена секторальная резекция. И обратите внимание, что на конце проводника вот такая серая маленькая опухоль. Гистологи дали максимальный диаметр 7 мм. То есть эластография достаточно эффективна и даже при таких минимальных образованиях. Еще случай продемонстрирует, где прекрасно работает эластография. Мы видим с вами достаточно суспециозное образование, гипоэхогенное, нечеткие контуры, вертикальная ориентация. Суспециозно, не правда ли? Но в режиме эластографии оно картируется зеленым цветом, второй эластотип. Его жесткость равна жесткости окружающей нормальной ткани. Коэффициент 0,96. Локализованный фибраденоматоз. Второй случай. Аналогичное образование. Гипоэхогенная, вертикальная ориентация, нечеткий неровный контур. Единичный локус кровотока. Но уже другая совершенно картина при эластографии. Оно картируется синим цветом, пятый эластотип и коэффициент жесткости 8,08. Протоковый рак. Скажите, пожалуйста, сможем ли мы с вами дифференцировать эти изменения по B-режиму? Есть ли у нас хоть один диагностический критерий, где мы четко могли сказать, что вот здесь локализованный FAM, а здесь протоковая карцинома? Нет. А вот мы посмотрим с вами на картинку эластографическую. И вот здесь мы спокойно возьмем пациента на динамику, а вот здесь будем настаивать на проведение биопсии. И как я уже обещала, подтверждение этой диаграммы, причины ложных заключений при эластографии чаще всего у нас встречаются при фибраденомах. Они имеют повышенную жесткость, возможно, за счет того, что это наиболее жесткие доброкачественные опухоли. И они, как правило, содержат еще кальцинаты. Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование. Но это совсем новая технология для нас. Она появилась прошлым летом или позапрошлым? Не да. Совсем недавно. Нет, позапрошлым летом, потому что мы год как работаем с контрастными препаратами. Единственный зарегистрированный у нас препарат – это Санавью фирмы Брака. Это представляет собой белый порошок гексофториды серы, который при смешивании с физораствором образует микропузырьки, диаметр которых не превышает диаметра эритроцитов. Вот эритроциты микробабблс. Это внутрисосудистый контраст, он не выходит за пределы сосудистой стенки, поэтому кинетика этого контрастного препарата намного быстрее, чем при магнитно-резонансном исследовании. Чем же хорош Санавью? Безопасность. Ультразвук, он вообще в принципе безопасен. И эхоконтраст, который используется для ультразвуковых исследований, тоже считается менее аллергичным, менее тяжелым. Пациенты переносят его замечательно. Нет лучевой нагрузки. Исследование занимает 2-3 минуты. Как я сказала, кинетика очень быстрая, поэтому все это за 2-3 минуты пролетает перед глазами. Полная корреляция данных с магнитно-резонансной томографией. Возможность наблюдать все васкулярные фазы в режиме реального времени, что невозможно при МРТ, потому что МРТ все-таки статичный метод. Делается серия снимков. А здесь у нас есть с вами видеофайл. И возможность оценки перфузии, построения кинетических кривых, так же, как при магнитно-резонансной томографии. Все-таки есть и недостатки. Будет неправильно, если я про них не скажу. Возможность исследования только одного очага. Поэтому никогда контрастное ультразвуковое исследование не заменит магнитно-резонансной томографии. Магнитно-резонансная томография оценивает картину в целом. Мы можем оценить только один патологический очаг. Суспециозный очаг мы можем посмотреть его при контрастном усилении. Противопоказания это нельзя использовать при шунтировании и при искусственно клапанных сердцах. Это противопоказания. И нельзя использовать в периоды беременности и лактации. Существуют рекомендации Европейской ассоциации, где прописана методика, дозы, как вводить. Кому интересно, вся информация в доступном доступе в интернете. Можно открыть и прочитать. По данным мультицентрового исследования, которое проводилось в Италии и в США, они посчитали эффективность ультразвукового исследования контрастного и МРТ. И при использовании эхоконтрастирования эффективность значимо повышается. Чувствительность 69, стало 166, стало 87, 68, стало 94. И она сравнима с эффективностью магнитно-резонансной томографии. Так как эластография отвечает нам на многие вопросы, но не дает нам информации по дифференциальной диагностике фиброаденом и злокачественных образований с экспансивным типом роста, я решила посмотреть, может ли здесь контрастирование дать нам дополнительную информацию. Клинические случаи. Четко очерченное образование, единичные локусы кровотока, преимущественно неоднородная структура. Но в режиме эхоконтрастирования идет равномерное накопление контрастного вещества, диаметр сосудов одинаковый, как веточки дерева, распределение сосудов идет. И при построении кинетических кривой мы видим накопление контрастного вещества с выходом на плато, то есть признаков вымывания не наблюдается. При гистологическом исследовании фиброденома, инкапсулированная с ним, неоднородная структура. Второй случай. Четко очерченное образование, неправильная форма, неоднородная структура, единичные локусы кровотока и совершенно другая картина при контрастировании. Гиперваскулярное образование, неправильное асимметричное распределение сосудов, диаметр сосудов различен. При построении кинетической кривой мы видим третий тип злокачественное, это накопление контраста и быстрое вымывание. При гистологическом заключении саркома молочной железы. Обратите внимание, какой четкий контур у нее. И третий случай. Также четкие контуры, неправильная форма, неоднородная структура, единичные локусы кровотока. А вот при контрастном усилении мы видим, что контраст накапливается только в пристеночном компоненте. То есть такая киста с густым содержимым, в B-режиме не видно этого солидного компонента. Эластография здесь будет не так информативно, а вот контрасты четко показывают, что вот солидный компонент, который накапливает контраст, и все остальное, это густое содержимое. При построении кинетических кривой мы поставили метку именно на солидное образование и увидели доброкачественный тип цистодена папиллона. Итак, при сходной картине в B-режиме данное образование имеет принципиально различную картину при эхоконтрастировании. И в качестве вывода применение эластографии имеет принципиальное значение в диагностике образования молочной железы с инфильтративным типом роста и контрасты в диагностике образований с экспансивным типом роста. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Спасибо.